Микки Рурк появился перед телекамерами с изображением собаки на бейджел. Это выражение скорби. Чихуахуа по кличке Гуапа прожила в доме легендарного актера 16 лет и умерла позавчера от рака. Врачи мне предлагали его усыпить. Я хотел, чтобы мне привезли сюда мою собаку. Я знал, что она может умереть, но Гуапа сделала бы это у меня на руках. Никому никогда бы не позволил вонзать в ее тело какие-то иглы. Раньше Микки Рурк занимался боксом и даже провел 8 поединков на профессиональном ринге. Он не потерпел ни одного поражения. Последние 18 лет актер не тренировался, а тусовался. Но в 2013 году увидел поединок Руслана Проводникова с Тимоти Брэдли. И бескомпромиссный бой сибирского роки вдохновил Рурка на возвращение в бокс. Он вернулся с боксерского вечера и сказал сам себе. Я буду тренироваться, как гребанное животное. Я готов порвать себе задницу в боксерском зале, чтобы драться на ринге на 100% своих возможностей. Я могу выиграть, проиграть или завершить бой в ничью, но буду гордиться собой и тем, что делаю. Микки Рурк будет сражаться с земляком Элиотом Сеймуром на разогреве перед главным боем. Руслан Проводников сразится с мексиканцем Касселуисом Кастильо, который едва не одолел непобедимого Флойда Мэйвезера. Настоящий рубак на ринге сибирский роки говорит, его не поменять. И он не будет выигрывать малой кровью, даже если соперник позволит. Все равно я это не возьму. Я буду стремиться к тому яркому бою, к той яркой победе и то, что у меня внутри. Люди приходят ради этого. И я порой даже готов пожертвовать своей победой ради зрелищного боя. Поединки состоятся благодаря организатору самых громких боксерских вечеров Андрею Рябинскому. 26 ноября в Москве пройдет открытая тренировка, на которой боксеры покажут, в какой форме они находятся перед боем. Виталий Сиротин, Евгения Панфилова, Сергей Дубровин. Лайфтинг.